Всем привет, всем здравствуйте, с вами Ярослава Геринг и наше экстрасенсорное видео. Сегодня мы поговорим о хрустальном шаре. У меня есть два хрустальных шара, с которыми я работаю на своих частных сеансах. Вот такой вот большой, который мне достался в наследство от моей мамы. Даже не то, что в наследство, а она как бы мне его отдала еще несколько лет назад, до того, как она, к сожалению, умерла, потому что она в этой сфере видела смерть нашей прабабушки. И ей это абсолютно не понравилось. И поэтому она сказала, я такое видеть не хочу. Поэтому если ты будешь работать с этой сферой, которую она очень хотела, и мой папа ей подарил эту сферу на день рождения, стоило большое количество денег, потому что это хрусталь, самый настоящий, чистейший, и сфера большая. Но она, в общем-то, сказала, что не хочет, не хочет этого видеть, не хочет на это смотреть. И вторая сфера, с которой я работаю, это вот такая вот черная из обсидиана. Для чего мне нужна эта сфера? Я уже рассказывала, что я работаю с разными методами медиумизма. Контакта с духовным миром, с потусторонним миром, с миром загробным. Есть чистый медиумизм, и мы об этом в каком-нибудь видео обязательно поговорим, потому что вы мне задавали вопросы, и мне было очень приятно, что вас интересует эта тема. Мы обязательно поговорим. Может быть, даже сегодня я что-нибудь вам расскажу. И вот иногда бывает так, что мне для работы, потому что я чувствую, какой тип контакта мне нужно произвести для определенного человека в определенной обстановке и вот в какой-то определенный момент. И эта сфера всегда у меня стоит на полочке, где стоят все мои инструменты для работы, потому что когда я работаю с медиумизмом, мне ничего другого не нужно. Только если спиритическая доска, это да, это может быть. И вот этот вот шар. Иногда ручка с бумажкой может понадобиться, если мне нужно записать что-то или взять какие-то данные у человека. И вот эта сфера, обсидиан, для меня является порталом, где я сначала настраиваю свое ясновидение, потому что я чувствую, что мне нужно увидеть как можно больше деталей. И в эту сферу я смотрю, и мне как открывается дверь, другое измерение. И потом я подключаюсь к медиумическим каналам. То есть это уже не экстрасенсорика, а медиумизм. А вот этим шаром я смотрю в основном ясновидением и какие-то небольшие события, которые могут происходить. Потому что когда мы смотрим в хрустальный шар, есть два вида видения. Одно прямое видение, то есть можем увидеть непосредственно в самом шаре, как двигаются картинки. То есть это не будет кино, это будет какой-то мимолетный отрывочек какого-то послания. Вы не будете пять минут пялиться в этот шар и смотреть весь вот этот фильм. Вам его не покажут, потому что это очень сильное напряжение для глаз. Человек, который работает с хрустальным шаром в состоянии транса, должен иметь определенный контроль над морганием. Над морганием. Потому что достаточно моргнуть взглядом, тут же то, что начинает проявляться в шаре, теряется связь. И опять надо начинать по-новому. Поэтому вот сколько вы можете не моргать, очень мало времени, да? И вот столько же и длится это видение. То есть вы смотрите, настраиваетесь на этот шар, вы смотрите как бы сквозь него. Я обычно шар кладу на черную скатерть. Темно должно быть. За шаром я вставлю две свечки. И когда я смотрю через шар, эти две свечки для меня как будто коридор куда-то в темноту. Это для того, чтобы войти в состояние транса. И вот ты смотришь на эти две точки. Такие вот обыкновенные свечки-таблетки кладутся. И вот ты смотришь и идешь, идешь в этот коридор. И твое зрение, оно направлено в этот коридор. А то, что находится в шаре, ты видишь как бы уже таким расфокусированным взглядом. Как будто вот на второй план у тебя это выходит. И там начинают проявляться сначала типа таких облаков. Или даже не облака, а какая-то дымка. И это уже означает, что концентрация твоего видения, она вот сосредоточена там, где есть. Входит в контакт с кристаллом. Я предпочитаю работать именно с хрустальным шаром, а не со стеклянным. Потому что концентрация энергии в натуральном шаре, она достаточно большая. Потому что ты мысленно туда проходишь, в этот шар. А мысль – это энергия. Крустальный шар, он уже сам по себе прикреплен, прикреплен. Контактирует с энергией Вселенной. То есть его не надо нарочно подключать к информационному полю Земли. И он уже подключен. И вот ты смотришь туда, в этот шар, через шар. И потом боковым зрением таким там начинает… Вот он начинает мутнеть, а вы не моргаете. Тяжело, да. Моргнул опять сначала. И потом тебе вот на долю секунды что-то показывают. Этот туман развеивается, и ты что-то там видишь. Моя мама точно так же, не задавая никакого вопроса, просто что будет там в ближайшем месяце или еще что-то. И ей показали похороны. И она сказала, что больше не хочет видеть никаких предвидений такого рода. Это первый, самый такой тяжелый способ работы с хрустальным шаром, где нужна определенная подготовка. Второй способ – это непрямое ясновидение. Это когда у тебя образы начинают появляться в голове, а не в шаре. Через голову можно увидеть много всего. То есть это ясновидение построено на том, что ты концентрируешься на этом шаре, прямо как на объекте концентрации. И все. Вот как многие люди, когда медитируют, они смотрят на свечу и концентрируют свое внимание именно на пламени свечи. И здесь то же самое, только они концентрируются на хрустальном шаре. Но образы видят в голове. Точно так же можно работать с фотографией. Например, ко мне приходит человек и приносит фотографию кого-то. Я могу и так посмотреть, но если нужна прям вот какая-то вот сценка должна быть, я за этот фрустальный шар ставлю фотографию. И если я смотрю через шар на эту фотографию, она принимает такие более округлые формы. И иногда видно, что она немножко деформируется. Особенно если покрутить эту фотографию. Вот она там вот так вот она плавает. И смотря на нее через шар, можно интерпретировать вот эти вот плавающие образы, как деформируется человек на фотографии с другой стороны. Можно интерпретировать. Но эти образы все равно не появляются в шаре. Ты их видишь, вот эти вот искажения, а потом твое подсознание начинает интерпретировать то, что будет с этим товарищем. Можно, кстати, карту так сделать. Можно гадать на картах. Потом достаешь какую-то карту, и ты чувствуешь, что на эту карту нужно посмотреть через хрустальный шар. И, кстати, шар открывает разные порталы. Кто работает с порталами, кому это интересно. Вот знаете, потому что, когда работает, например, через зеркало, зеркала отлично открывают порталы. Но и хрустальный шар тоже так может сделать. Например, если мы возьмем Таро, те 22 аркана, каждый аркан – это определенный портал в определенную силу. И вот чтобы войти в эту карту, иногда кто посильнее, могут войти напрямую в этот портал и взять из карты Таро ту силу, которая ему нужна. Но когда работаешь через сферу, сфера работает еще как ловушка, чтобы не притянуть к себе из того портала кого-то, кого вам не надо к себе притягивать. И эта ловушка захлопывается, и потом шар этот, естественно, надо отмывать. А вам идет только чистая информация, чистая сила или чистая энергия, которая вам нужна. Интересно, да? А вот насчет черного шара, он же черный, через него нельзя смотреть. Но можно взглядом все-таки заглянуть внутрь, в эту черноту, в эту полноту. Этот шар, он должен быть привязан к порталу, который открывает двери в потусторонний мир. И человек, который смотрит через шар и может видеть, в общем-то, там какие-то образы, он должен обязательно быть медиумом. Здесь недостаточно быть ясновидением, ясновидцем и обладать только ясновидением. Здесь должно быть что-то большее в способностях. Поэтому работать с черным зеркалом обсидиановым, или работать с шаром, это тоже не так уж и просто. Нужны хотя бы какие-то навыки, начальные навыки работы с медиумизмом, потому что вам нужно слышать, чувствовать, что через этот портал к вам идет именно энергия потусторонняя, а не экстрасенсорная. То, что касается экстрасенсорики, это то, что мы слышим вот на этом нашем земном плане. Экстрасенсорика, это когда я тебя чувствую, вхожу в контакт с твоей энергией, и считываю из твоей энергии, из твоего рисунка судьбы, то, что тебе интересно. Но когда мы общаемся с духовными наставниками, это совершенно другое измерение, другие энергии. Когда мы общаемся с ушедшими людьми, там тоже энергии идут совершенно другие. Поэтому, когда мы открываем этот портал, там мы уже не должны чувствовать энергию экстрасенсорную. Здесь идет уже наверх канал, туда, где находится духовный мир. Очень много надо интерпретировать, потому что сферы, крустальные шары, они, у них есть специальный такой символический язык. Вам не будет напрямую даваться какая-то расшифровка. Все эти символы надо проводить через себя и попытаться их интерпретировать, что может быть достаточно тяжело. Прямое ясновидение через крустальный шар, где вы увидите отрывок чего-то, что происходит, вы там сможете увидеть достаточно наглядно. То есть кусочек фильма, который вам покажут, он будет очень четкий, и вы поймете, что к чему. Но другие символы надо пытаться интерпретировать. Работать шаром вообще народ не то, что прям как любит. Очень красивый атрибут для места работы. Поставили свечи, поставили хрустальный шар, и вот вижу, предвижу и так далее. А вообще с прямым ясновидением через хрустальный шар работает вообще за закрытыми дверями, потому что это процесс долгий. Что значит за закрытыми дверями? Это когда перед тобой не сидит клиент, а кто-то говорит, вот узнай мне то-то, то ты говоришь, хорошо, как узнаю, так расскажу. Потому что весь этот процесс сосредоточения, чтобы потом на мини-минуту, не знаю, как это назвать, на несколько секунд увидеть что-то, иногда нужно полчаса сидеть, сосредотачиваясь. А если на тебя еще сидит, пялится клиент, то этот процесс становится слишком долгий и очень неудобный. Напишите мне, пожалуйста, кому интересна такая тема хрустального шара, если вы им пользуетесь. Может быть, вы к кому-то ходили, и вам каким-то образом гадалка, ясновидящий рассказал что-то про вашу судьбу. Мне будет очень интересно почитать, какими другими методами пользуются, потому что я не знаю всех людей, которые работают с хрустальным шаром, и, естественно, каждый для себя еще и придумывает какой-то метод. Если у вас был такой опыт, напишите, мне будет очень интересно. Может быть, поделять со мной, я перейму этот метод и попробую, потому что я очень люблю экспериментировать. Помогите мне, пожалуйста, поэкспериментировать. Если вам нравится видео такого формата, где я рассказываю немножко о разных экстрасенсорных практиках, ну, поддержите меня лайком, и я буду видеть, что вам это нравится, и буду продолжать делать эти видео. А так оставлю только этот канал для парфюмерии. Вы знаете, что я обожаю парфюмерию, и парфюмерию не просто, а именно ту, которую я могу совмещать с какими-то экстрасенсорными практиками. Поэтому смотрите на моем канале разные видео. Я надеюсь, что вам понравится. До скорых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok